А мы не можем потерпеть, самого простого не можем потерпеть, того, чего Господь нам даёт. Наши все эти искушения, испытания, которые Господь посылает нам, это всё пыль. Её даже не видно на фоне того, что претерпел наш Спаситель за каждого из нас. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех вас, дорогие братья и сестры, приветствую со святым праздничным воскресным днём, с крестопоклонным воскресением, с третьим воскресением Святаго Великого Поста. По милости Божией Господь сподобил нас всех дойти до этого прекрасного момента, практически до приполовения Поста, так как в эту среду уже мы будем совершать ровно приполовение Святаго Великого Поста. В это время Церковь Христова предлагает нам взглянуть на древо Креста Господня, взглянуть на честной крест, на котором был распят наш Господь, на котором Он пролил свою честную кровь. Для чего Церковь Христова это нам предлагает? Для укрепления наших немощей и физических, и внутренних, духовных. Любой путник, который намерил какое-то путешествие, не всегда имеет силу пройти полный путь от А до Я, то есть от начала до конца, можно сказать, с одним дыханием. Пройдя половину пути, ну кто из нас путешествовал, многие из нас путешествовали, конечно же, устаем мы даже от путешествий, хотя это очень, говорят, приятно, удобно, комфортно, но все равно мы даже от этого устаем и делаем какие-то паузы, делаем остановки для того, чтобы перекусить, для того, чтобы набраться сил и дальше следовать к месту своего назначения. Так и мы, идя по стопам и путем святаго Великого Поста, приблизившись к его середине, тоже уже устали. Окончиваются наши физические силы, все тяжелее нам становится делать поклоны, тяжело нам молиться, тяжело нудить себя, заставлять себя на этот подвиг молитвенный. И в этот момент, когда силы наши уже подходят к концу, Церковь нам предлагает взглянуть на того, который висит на кресте. Для чего? Для того, чтобы сам Господь укрепил каждого из нас. Для того, чтобы Господь сам был примером для всех нас, когда, казалось бы, уже сил нет. Что дальше делать? Как дальше идти? Как спасаться? Когда мы задаем такие вопросы, кому-либо или сами себе, вот всегда взгляните на крест Христов. Всегда взгляните на того, который на нем висит, и в каком состоянии он на нем находится. Не в комфортном каком-то состоянии он там висит. Не привязанный веревками ко кресту, а прибитый гвоздями. Посмотрите, как истекает он кровью. Это состояние, которое мы с вами все понимаем лишь только умом. И никто из нас не может понять и постичь этого всем естеством нашим. Только лишь Господь. Только лишь Господь постиг действительно всю глубину своего крестоношения, своего подвига, который он сотворил ради каждого из нас, показав тем самым неизреченную любовь ко всему роду человеческому и каждому из нас. Мы, знаете, порой часто с вами бываем глупцами в некотором смысле этого слова, потому что начинаем роптать, начинаем унывать, живя в этом миру временном, физическом, земном. Начинаем забывать о том самом главном благодарении, которое мы должны приносить всегда нашему Спасителю. Хотя бы ради того, что Он на кресте принес себя в жертву за каждого из нас, что Он распялся на кресте для того, чтобы мы все с вами имели величайшую возможность быть вместе с Ним после окончания этой жизни временной земной. Ни для кого не секрет, что каждому из нас Господь дает крест. У каждого он совершенно разный. Нет ни одного креста одинакового, и все мы несем с вами тот крест, который нам дал сам Господь. И Господь проверяет, как мы его будем нести. Если мы его несем достойно, с благодарностью Господу, то, конечно же, Господь и будет укреплять нас всегда, во все дни нашей жизни земной. А если мы будем ровтать, если мы будем кого-то осуждать, если мы будем вечно недовольствоваться чем-то, то о какой помощи Господне может быть речь? Никогда Господь не поможет. Мы сами будем нести этот крест. И, конечно же, он для нас будет тогда в этом случае казаться неимоверно тяжелым, который мы не можем поднять и не можем нести. И многие из нас, к сожалению, бросают этот крест. Бросают крест, который Господь дает каждому из нас. Огромное количество примеров и в нашей жизни, и в жизни наших знакомых, и в жизни наших близких, родных, когда они, не доверяя Христу и не благодаря Его, бросают тот крест, который Господь им дал. А некоторые даже, прости Господи, и топчут этот крест, когда уже бросив его, еще растаптывают его. От этого сохрани, Господи, чтобы, не дай Бог, кто-то из нас впал в это состояние. Особенно это, кто этим занимается? Это предатели. Предатели те, кто предает церковь, те, кто предают Христа, эти люди, конечно же, растаптывают крест, который им Господь дал. Но нам, дай Господи, всем с вами помнить лишь одно, что тот человек, который искренне несет крест, искренне любит Христа, то, конечно же, он донесет его до конца. Какой бы ни была земная жизнь этого человека, какие бы ни были искушения, какие бы ни были трудные моменты, всегда Господь укрепит во все времена. Нам не надо ни о чем с вами даже и заботиться, и думать, потому что Господь будет все делать за нас. И мысли добрые будет посылать, и необходимые силы будет давать, чтобы укреплять нашу немощную плоть. Очень многие думают, вот как же я такой или я такая немощная? А если будут вдруг гонения? А если начнут нас мучать, убивать? Как же я выдержу эти гонения? Как же я выдержу эти пытки или муки? А очень просто. Мы же не первые, не последние, кого будут гнать или убивать. Да нас гнали, всех убивали. Господь как сказал? Меня гнали, и вас будут гнать. Меня мучили, и вас будут мучить. Но какое благо пострадать за Христа. Какое счастье быть мученным за Него. Вот посмотрите, пример для нас дан святых апостолов. Никто из них не бегал от Христа своего. Никто из них не прятался после воскресения Христова, чтобы не быть свидетелем истинности воскресения своего Учителя. Никто уже после воскресения не боялся. Наоборот, они стремились, они жаждали того момента, когда же придет то время, чтобы расстаться с этой временной жизнью и соединиться со Христом Воскресшим. Они прекрасно все знали, что каждого из них, кроме Иоанна Богослова, ждет смертная казнь, смертные мучения. Позор, казалось бы, немыслимый в то время, христиане, презираемые всеми, всеми гонимые, и никто из них никогда не бросал крест. Никто не ушел со креста и не сошел с Него. Вспомните, как апостол Андрея Первосванова мучили, распиная на кресте. Когда же правитель безумный осознал свою ошибку, что действительно он мучает, терзает невинного человека, и когда он воинам приказал снять его со креста, воины не смогли его даже снять со креста. Он так и умер на кресте. Он настолько сроднился с крестом, что уже ничего не смогли сделать мучители. Тем самым он показал величайшую силу креста Господня. И мы все с вами стоим сейчас перед крестом Господним. И мы тоже с вами являемся свидетелями этой величайшей силы креста нашего Спасителя, на котором он был распят, на котором он себя принес в жертву всего человечества. И когда в нашей жизни, знаете, бывают такие моменты, казалось бы, для нас тяжелые, но в скобках, в кавычках, если хотите, тяжелые, потому что наша тяжесть – это ничто по сравнению с той тяжестью, которую претерпел Господь. Если мы соберем все кресты всего человечества, каждого человека, живущего, и которые еще будут жить на земле, соединим их в одно целое, то они даже и не сравнятся с крестом, тем, который претерпел Господь за каждого из нас. Они даже и близко не подойдут в сравнение с тем крестом. Никто не заставлял его идти на крест. Никто его не уговаривал взойти на крест и предать себя именно в жертву. Сам. Никто не упрашивал, даже никто не умолял. Сам. Почему? Потому что любил он нас всех и любит, и будет любить. И свою любовь показал на кресте, вися. Проливая свою честную кровь, невинную, доказал каждому из нас всех, что действительно это величайший и спасительный путь. Путь страданий. Путь терпения. Посмотрите, какое величайшее терпение было у него, когда он висел на кресте. Вы слышали хоть одно слово осуждения из его уст, которое было бы направлено в сторону своих палачей, гонителей, мучителей? Он никого даже словом не судил. Вы слышали хоть одно слово ропота, чтобы он рафтал? Ой, Господи, да за что, чтобы меня это послал? Разве я этого заслужил? Ни одного слова ропота не было. Теперь посмотрим, как мы живем. Нам постоянно что-то не так. Мы постоянно кого-то осуждаем, кого-то судим, постоянно ропщим, постоянно недовольствуемся своей жизнью. А почему мы это делаем? Это всего лишь потому, потому что у нас нет любви ко Христу. Мы Ему не доверяем. Мы даже иногда порой и не верим, если хотите Ему. Почему не верим? Да потому что, если бы мы верили, мы бы знали, что все в нашей жизни Господь нам посылает для нашего спасения. Буквально все. Болезни, скорби, испытания, искушения, трудности житейские. Все Господь посылает во благо для нашего спасения. Но мы в это не верим. Мы думаем, это нам кто-то порабыл там или кто-то нам хочет пакости наделать. Мы даже не можем понять, что все в руках Господних. Господь все управляет в нашей жизни так, как нужно для нашего спасения. И каждому из нас дал крест и говорит, терпеливо неси его и благодари меня за все. Да какое там благодари? Какое там терпеливо неси? Хочется крест этот скинуть, кому-то другому отдать, пусть сосед несет. Хочется не то, что благодарить его, а наоборот роптать. За что же ты мне такой крест дал, Господи? Неужели я заслужил или заслужила такой крест? Вроде бы никого не убила, никого, ни у кого ничего не украла или не украл. За что мне такое? Не за что, а для чего? А для чего? А для спасения души. Если хотим быть наследниками жизни вечной, если хотим вечно радоваться с нашим спасителем, вот для этого Господь нам и посылает этот крест. И когда безропотно его несем, тогда и величайшая награда ждет каждого из нас. И если донесем до конца наш крест, конечно же, кому мы его потом отдадим? Тому, который висит на кресте, нашему Спасителю. Если бросим его, то дай Господи осознать, что мы сотворили, поднять его и дальше нести до конца все равно. Не бросать его, чтобы кто-то его растоптал. Не бросать его, чтобы не быть наследниками жизни вечной. А помнить одно, что с благодарностью, если мы его донесем, то, конечно же, мы все с вами будем вечно радоваться. Мы вечно будем веселиться. И, значит, та жертва, которую Господь себя принес для каждого из нас, будет оправданной, будет недаром. Но это надо, конечно же, осознавать и понимать. Вы знаете, какие огромное множество примеров нам оставила Церковь для укрепления нас в нашем крестоношении. Даже уже и современный мир нам показывает это, что, люди, задумайтесь, опомнитесь. Разве вам унывать? О чем вам унывать? О чем вам скорбить? О чем вам роптать? Нет ни одного повода на земле, чтобы мы унывали. Вообще, уныние – это смертный грех, можно так сказать. Уныние порождает огромное множество других грехов, страстей, беззаконий. Самое главное, конечно же, уныние в основном бывает следствием нашей греховной жизни. Следствием того, что мы не доверяем Христу, что мы не верим Ему и что мы не хотим идти за Ним. И тогда, конечно же, в нашей душе появляется это ненужное нам состояние, которое называется уныние. А когда мы жизнь свою отдаем в руки нашему Спасителю, ни о каком унынии уже речи не может быть вообще никакой. Вы покажите или вспомните какого-нибудь святого, чтобы унывал. Вы вспомните преподобного Серафима Саровского, когда к нему пришли разбойники. Убить его. И практически они, можно сказать, убили его, избили до полусмерти. А разве он унывал после этого? Разве он скорбел? Разве он кого-нибудь из них осудил? Нет, конечно же. Почему? Потому что он знал, что это ему дал Господь. А почему? Казалось бы, вроде бы он святой человек, который прославлял всегда Христа, который чтил Святую Троицу, который любил людей. За что ему такое? Не за что, а для чего? Для того, чтобы нам всем с вами показать пример, когда нам станет тяжело. Вспомните за преподобного Серафима Саровского. Когда нам станет еще тяжелее, вспомните за праведного Иова Многострадального, Ветхозаветного. Праведника, который жил. Жил со Христом, жил с Богом. Жил, исполняя заповеди Божии. Который никогда не роптал. Который до конца шел со Христом. До конца понимал, что Господь, Творец, Ему помощник. И посылает все в жизни Его. И мы же помним, как Он уже, можно сказать, умирая, весь в угноющих, будучи пораженной проказой, неизлечимой болезнью, в этом состоянии благодарил Бога. В этом состоянии не осуждал никого. В этом состоянии у Него даже не было и мысли, чтобы возроптать на Спасителя. Хотя Он мог бы сказать, Господи, за что? Я же вроде бы исполняю все Твои законы, все заповеди, которые есть. Вроде бы живу честно, по совести. Никого не обижаю, никому не досаждаю. За что Ты меня послал? У Него даже мыслей таких не было. А почему? Да потому что Он знал, что Ему все посылает Господь. И Он не раз об этом свидетельствовал, что Нагим я пришел в этот мир, Нагим я из него и уйду, ничего я с собой не заберу в будущую жизнь. Все останется здесь. И даже лежа уже, можно сказать, полностью расслаблены, в проказе. И то Он каждую секунду жизни своей славил Спасителя, славил Бога. Такое огромное множество можно приводить до бесконечности примеров из жития угодников Божьих, которых мы знаем. И еще большее огромное множество новомучеников, которых мы тоже знаем, которые за веру во Христа пострадали, которые шли за Ним до конца. И в лютый мороз, и в голод, и в холод никогда не предавали Его. Никогда не бросил из них кто-либо крест. Никогда не возложил на другого кого-то свой крест. Несли до конца. А мы не можем потерпеть, самого простого не можем потерпеть, того, чего Господь нам дает. Наши все эти искушения, испытания, которые Господь посылает нам, это все пыль. Ее даже не видно на фоне того, что претерпел наш Спаситель за каждого из нас. Нам даже, можно сказать, большой грех, если мы начинаем роптать, если мы начинаем, не дай Бог, хулить Спасителя, а таких людей очень много, которые начинают обвинять во всем нашего Творца. Это безумные люди. Это люди, которые, может быть, и верят во Христа, но не любят Его. Они верят, что Он был, что Он вроде бы есть, но сердце их очень далеко отстоит от Него. Мы не должны быть такими. Мы должны полностью доверять Ему. Мы должны полностью верить в Него и всегда за все благодарить Его. Приведу вам такой небольшой пример из уже современной нашей жизни. Пример чего? Что нам грех роптать и унывать. Нам, людям, которые имеют голову на плечах, которые имеют руки, которые двигаются ноги, которые ходят, которые вроде бы не умирают с голода, нам грех даже в мыслях роптать. В современном мире сейчас есть известный блогер. Может быть, кто-то из вас знает, может, кто-то не знает, я расскажу. Зовут его Ник Вуйчич. Это человек, который родился совершенно без рук и без ног. Но это можно сказать, вот представьте себе, поставьте себя на место его родителей. Что вы сделаете, когда у вас родится такой ребенок? Что у вас будет первое в голове? Первая мысль какая? У кого из вас будет первая мысль, что, ой, Господи, благодарю Тебя, что Ты мне послал такого замечательного ребенка? Ни у кого. А почему? Потому что мы не верим Христу. Потому что мы Ему абсолютно даже не доверяем. Потому что мы не можем даже понять, что Господь посылает нам все буквально в жизни нашей, все для нашего спасения. Мы не можем этого осознать. Почему? Потому что мы не любим Его. А если мы Его не любим, мы Ему, значит, не доверяем. А если мы Ему не доверяем, значит, в нашей жизни будет все плохо. Но мы сами себя так настраиваем. Все плохо. Постоянно какие-то скорби, искушения. Ну вот представьте, родился такой мальчик. Все. Что с ним делать? 99,9% матерей. Что первое? Избавиться. Уничтожить, убрать, чтобы не было этого позора. Но Его родители не избавились от Него. Они приняли все как есть. Приняли от руки Господней, что Господь им послал этого младенца, этого мальчика. И воспитали его, и вырастили его. И Он уже сам о себе говорил, что да, действительно, когда я рос, представьте, человек растет беспомощный. Человек растет неполноценный. Человек растет, и, конечно же, когда он уже дошел возраст до совершенства своего, когда он начал понимать, кто он, что он, для чего он. Естественно, у него были такие мысли нехорошие. Зачем я живу? Для чего я нужен? Это горе моим родителям. Но, представляете, в таком состоянии он думал сначала покончить жизнь с собой. Но потом думает, а как же моя мама будет после этого? Как же ей будет тяжело? Он не о себе думал. Он думал о матери. А той, которая не убила его, не оставила его где-то там в приюте, в детдоме, а которая воспитала его. И сейчас посмотрите. Он говорит, что если бы я не обрел Бога, если бы я жил без Бога, безбожником был бы, может быть, это и случилось. Я, может быть, закончил бы жизнь, как ни положено, как ни должно быть. Но я со Христом, я с Богом, говорит. И Господь ему помогает во всем. Посмотрите, действительно, казалось бы, человек, который не такой, как мы, и он никогда не унывает. Вы слышали, чтобы он говорил, ой, как мне тяжело, как мне плохо, я не могу не писать, я не могу сам себя обслуживать, не могу не кушать, сам нуждаюсь в посторонной помощи. Кто-нибудь слышал? Я, например, не слышал. Может быть, до того, как он поверил в то, что Господь с ним, и Господь его таким сотворил, он тоже чадо Господне. Может быть, до того, как он поверил в Спасителя, может быть, были у него такие мысли. Конечно, наверняка были. Но за Христом у него эти мысли исчезли. С Богом он понял одно, что Господь его помощник, Господь его творец. И Господь ему дал этот крест, который он несет по сей день, за который он благодарит Бога. Поэтому, если мы хотим, мы можем найти все, что нам надо для подкрепления наших сил и внутренних, душевных, и духовных, и телесных. Но прежде всего мы должны обращаться ко Христу, прежде всего мы должны смотреть на того, кто висит на кресте. И когда нам кажется, что крест наш уже тяжел, в этот момент нам не надо сомневаться. Нам не надо обманывать самих себя. Как он может быть тяжел, если он еще тяжелее крест? Вот он действительно тяжелый крест. А наш крест — это просто благодать одна. И нести его с Божьей помощью — это одно удовольствие человеку, верующему во Христа. Это одна радость человеку, который принимает все от десницы Господней. Это благодать тому человеку, который берет Спасителя за руку и идет вместе с Ним. Этот человек ничего не боится на своем жизненном пути. Этому человеку ничего не страшно, что бы его впереди не ждало. Ни болезнь ему не страшна, ни гонения, ни пытки, ни мучения какие-то. И даже сама смерть не останавливает этого человека на пути ко Христу. На пути к Царству Небесному. И дай Господь, дорогие братья и сестры, чтобы и нас на пути к Царству Небесному ничего не останавливало. С помощью и силы, и честнага, и животворящего Христа. И с помощью, конечно же, нашего Спасителя Воскресшего, который через крестную смерть воскрес ради каждого из нас, ради любви к каждому из нас, для того, чтобы подарить всем нам с вами возможность вечно славить Его воскресшего, Царство Небесное. Аминь. С праздником всех вас, дорогие братья и сестры. И храни вас всех, Господь, нести дальше крест жизни нашей земной. Помогай Господу. Субтитры создавал DimaTorzok